Доброго времени суток. Меня зовут Сергей Чураков. В этом видео я вам покажу, как защитить доступ к своему компьютеру, закрыв одну дырку в скайпе. На сегодняшний день обновился скайп. Вот сейчас у меня седьмая версия скайпа. И по умолчанию открыта одна дырка. Зломышленнику достаточно передать один файл на ваш компьютер. Любым способом. Независимо это будет через скайп, либо через другое приложение, либо через почту. И он все имеет доступ к вашему компьютеру полностью. Чуть попозже я вам расскажу, как это делается. А теперь я расскажу, где закрыть дырку в скайпе. Заходим в инструменты, настройки. Выбираем чаты и смс. Если вы сюда никогда не заходили, у вас будет так, как у меня. Нажимаете открыть дополнительные настройки. Если вы здесь уже были, будет вот так. По умолчанию у всех настройки вот так, как у меня выглядят. То есть автоматически принимать входящий файл. Вам надо убрать галочку отсюда. И вот это тоже не сохранять. То есть лучше выберите, вот здесь галочку поставьте. Каждый раз выбирать папку для сохранения файла. Лучше вы будете самостоятельно выбирать, нужен вам этот файл или не нужен. Чем это будет делать автоматика. И нажимаете кнопочку сохранить. Таким образом злоумышленники автоматически не смогут вам передать нужный файл для них. А вы не сможете этот файл сохранить. Теперь смотрите, к чему это все рядом. Есть операционная система Kali Linux. Она используется для тестирования уязвимостей. Тут можно все тестировать. И программное обеспечение, и сайты, и много-много-много всего. Программ здесь очень много. Для тестирования дырок. Для взлома чего угодно. И вот одной из этих программ можно как раз сделать доступ с помощью одной из этих программ к операционной системе Windows, передав определенный файл. Как это делать? Есть в открытом доступе в интернете на английском языке видеоролик. На русском языке я так и не видел еще. Возможно, я это сделаю. Если вам понравилась информация, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии, понравилось или нет. Рекомендации. Будут еще всякие новости интересные. Я начинаю потихонечку изучать Linux. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok